Александр Анатольевич, скажите, пожалуйста, чем по-вашему является криминальная традиция? Вот как бы Вы сформулировали определение этого понятия? Для каждого по-разному. То есть вот для каждой страны даже, возможно, это по-разному криминальная традиция. Вот русская криминальная традиция или российская, да, она значительно отличается от, скажем, американской, итальянской, португальской и так далее, французской. У нас, к сожалению, на это внимание исследователи не особо обращают. Ну вот криминальная субкультура там или традиция, вот она криминальная для всех. Это, так сказать, маргиналы или как у Виктора, его мизерабли, да, то есть отверженные. Вот у них такая культура, вот вроде бы как и везде. Но на самом деле отличие российской, в данном случае будем говорить о российской, хотя это касается и Украины, поскольку она долгое время была в составе России, и, в общем-то, находилась под влиянием этой традиции, этих неформальных законов, там царская каторка, еще современная царская каторка и так далее, и так далее. В общем-то, не было особого различия. И до сих пор, ну сейчас уже в меньшей мере, ну как я отслеживаю ситуацию, все-таки воровской мир до определенной степени где-то общается. И вот русская, российская криминальная традиция отличается тем, что она глубоко, вот ею глубоко проникнул, криминальный мир, вернее, проникнул именно вольклорной традиции нормального, так называемого, общества, да, народной традиции, которая входит в криминал и по-своему там перерабатывается, но и там же и остается. Почему я так говорю? Вот эта особенность, она очень здорово приспособствовала, так сказать, Иосиф Виссарионович Сталин, когда начал создавать, ну вообще не только он, большевики. Советская власть, когда пришла, так сказать, на нашу землю, она очень здорово способствовала взаимопроникновению криминальной и гражданской, так сказать, будем говорить, культур, традиций, языка, одно в другую. Почему так получилось? Ну, с одной стороны, есть, если говорить о большевизме, да, то это и идеологическая установка на, так сказать, работу с социально близкими людьми, а социально близкими большевики считали, ну кого, в том числе уголовников, да, потому что очень сильно разбойничая традиция в Руси, да, сопротивление, оно всегда связывалось с какими-то разбойничьими проявлениями. И даже слово вор, вот которое мы сейчас используем в совершенно определенном отношении, ведь очень долгое время, ну до середины 19 века, можно сказать, оно использовалось как синоним бунтовщик, диссидент, политический противник вооруженный, разбойник. То есть, оно имело политический смысл. Ну, а когда уже начались, так сказать, движения террористические в России, да, там, народная воля, петрушевцы, это, и далее понеслась, 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 появились подпольные рабочие партии, вот тогда уголовники и политики, уголовщина и политика, они как бы объединились. Часто уголовники пользовались помощью политиков, еще чаще политики, помощи уголовников. Ну, так случилось, да, мы знаем, и Эксы эти замечательные, и Комо, и Котовский, и наши герои, фактически, гражданской войны, там очень многие из них были, ну, в общем, уголовников. И Иосиф Виссарионович тоже. Но это одна сторона вопроса, да, потому что, когда большевики пришли к власти, через некоторое время они, конечно, поняли, что с этими людьми, с уголовниками, с уголовным миром, новый мир не построишь. Какой бы он там, тем более, что он там был, мифический такой, да, утопический, но, по крайней мере, они пытались что-то в этом плане сделать. И явно уголовники не получалось так. По теории большевистской, да, там было как? Там было очень все просто, да. Вот уголовники, почему они стали уголовниками? Потому что они боролись против царского режима, у них не было другого выхода, кроме как браться за оружие, разбойничать. То есть это как вольница. Ведь, ну, только в русском языке воля и свобода это одно и то же. Ну, фактически, это синонимы. Вот, я не настолько хорошо знаю украинский, хотя не читаю, конечно, да. Но тоже не знаю, как на Украине, но, наверное, примерно то же самое. Но воля и свобода это одно и то же. Вот, поэтому, когда исчезает эксплуататорский класс, эксплуататорский строй, фактически, по идеологии большевиков, исчезают и уголовники. Потому что они добились своего, строй свержен, у них появляется возможность проявить себя в других, так сказать, областях, в талантах и так далее. На деле этого не произошло, да. Это все-таки утопическая теория. Александр Анатольевич, а скажите, пожалуйста, вот я понимаю, что история криминала, она достаточно длинная, да, и говорить об этом, ну, можно действительно очень долго. Вот на какие исторические этапы, по вашему мнению, можно было бы разделить русскую криминальную традицию? Я думаю, что это древняя традиция, да, ушкуйники, разбойники и так далее, и так далее. Вот, еще при Екатерине вырубались леса понад дорогами, чтобы было легче ездить, то, что раньше видеть разбойников и давать им отпор. Далее это расцвет такой криминальной субкультуры, это 19 век. 19 век, причем уже так, уже начали даже изучать и жаргоны, и афинский язык, хотя он не чисто криминальный. Появляются петербургские трущобы Крестовского на манер жена парижских тайн, где Крестовский вместе с тогдашним молодым Путилиным, известнейшим нашим сыщиком, да, он тогда был в полиции работал. Вот они все эти злачные места обходили, узнавали все это. Но это все-таки еще был мир, вот то, что сейчас мы можем наблюдать, может быть, на Запад где-то. То есть это был мир ограниченный, это был действительно мир отверженный. И вот уже советская власть она привела к тому появлению уникального института так называемых воров законов. и вот этот период наиболее важный для криминальной субкультуры, наиболее богатый, мы можем сказать, и, наверное, наиболее интересный. Он и кровавый, он и с одной стороны просто занимателен, он интересен с точки зрения культуролога. Почему так случилось? Потому что вот с появлением ГУЛАГа в начале 30-х, до этого не так было ясно, начали сажать так называемыми волнами, да, бывшие дворяне, бывшие священники, бывшие офицеры, интеллигенция, рабочие, да, дело промпартии и так далее, и так далее, вредители, бывшие спецы, инженеры, и так, ну, в общем, крестьяне с коллективизацией, то есть все слои общества, все абсолютно, они проходили через ГУЛАГ. и вот что самое характерное, что они оставляли там частичку своей культуры, частичку своего польклора, потому что иначе быть не могло, и вот это всеобщее проникновение на архипелаг, очень удачно, хотя, по-моему, это даже не Солженицын придумал Ручьев, но само вот это понятие архипелага, то есть это особая страна, вот в ней начали вырабатываться, а вернее перерабатываться общинные какие-то вещи, которые были уже характерны для страны целой, чтобы не строить там что-то новое, много было таких вещей общинных. Вот тогда, вот на эти три периода, ну, четвертый период, это, конечно, перестройка, потому что это период полного бардака, период начала разрушения той классической системы, которая выстраивалась уголовным миром в 30-е годы, не зря книга Высоцкого и Манчиловского об этом времени по воспоминаниям Туманова они писали, «Черная свеча», чудесная книга, вот там очень хорошо, хороший образ, что воры это как бы они держат черную свечу, то есть священники, так сказать, религиозного братства, они держат народ, так сказать, с белыми свечами, они не дают ему развращаться, потому что они держат над ним белые свечи, да, и ведут их в определенном направлении, а воры держат черную свечу, они не дают вот этой темной массе опустившихся, ну, в уголовном смысле, павших, они не дают им беспредельничать, потому что если нет пастыря над этой черной массой, она выплеснется просто и будет вот то, что называется русский бунт бессмысленный и беспощадный. Таким образом, воры оправдывали, вот, это один из постулатов воровской идеи, что вор это тот же священник для уголовного мира, для криминального, для арестантского мира. Скажите, пожалуйста, а вот я знаю, что вы книгу писали, ну, даже использование там оружия, ножей в криминальной традиции. Вот могли бы вы сказать, какое оружие свойственно каждому периоду и как оно менялось? Естественно, то, что касается периода до девятнадцатого века, да, даже и девятнадцатый век, да, ну, до девятнадцатого века это разбойничье оружие, и кистеней, там и палицы, и огромные ножи, в общем, ну, все такое, знаете, более близкое к военному, более близкое к военному, потому что приходилось сталкиваться, действительно, вот разбойничьим гордом, им приходилось сталкиваться с вооруженными отрядами соответствующими, и соответственно вооружаться. Это вот и характерно и для так называемых времен смуты после Ивана Грозного, да, засечная полоса, Борис Кадунов умирает, Лжедмитрий и так далее, и так далее, вот это вот как раз Северская земля, Воровская земля. Тогда это было чисто военное оружие, близкое к этому, к военному оружию. Когда страна начинала цивилизовываться, да, уже в 19 век и так далее, здесь традиционным становится уже менее военное оружие, а более то, что называется хулиганское оружие. Ну, понятно, что ножи, это безусловно, это главное оружие. тех лет, это ножи. Ножи удав, безусловно, и очень любопытная такая вещь, которая сейчас не применяется в основном, но она называется ростовской кисти. на самом деле, это не ростовское изобретение, конечно, это вот 18-19 век, что это такое, это гирька на цепочке или на резинке, небольшая такая, от полукилограмма где-то, 800 граммов, что-то такое. Она, ее привязывали к руке и держали в рукаве. И когда начиналась драка, то эта гирька выкидывалась вперед, неожиданно. Била противника, потом человек дергал, и эта гирька оказывалась опять в руке. Она называлась, на питерском жаргоне она называлась, кажется, Каролина Павловна. Или Каролина Ивановна, не могу сказать точно, но вот такой подарок. в начале XX века появляется у нас такой термин, хулиганство, который пришел к нам из Англии поначалу, и он не пользовался популярностью. Обычно хулиганов называли озорника. За озорничество предполагалось определенное наказание, но уже где-то девятый, десятый год, тринадцатый начинается активное использование термина хулиганы, хулиганство, и орудие хулиганов хулиганство. Это финский нож, так называемый. Это самое гирька, гирька тогда еще использовалась, вот это самое ростовский кистень, хулиганство. Ну, костет, конечно, конечно, костет, это безусловно, это вообще... Скажите, пожалуйста, а вот если говорить, ну, понятно, что как бы нож, наверное, это все-таки для криминального мира, ну, наверное, как религия, что ли, я даже, ну, то есть, такое отношение, да, и могли бы Вы рассказать об особенностях ножей в каждом периоде, можно ли об этом как-то там, длина формы, например? Если в, так сказать, вот в эпохе, если говорить об эпохе имперской России, да, и прежде всего 18-19 века, да, когда формируется, так сказать, городская, такая вот городская, ну, она не формируется, и до этого существовало, но все-таки формируется городская криминальная среда, уже со своими обыльчиями, со своими привычками, со своими табу, это пример, тогда, ну, особенностей таких ножей не было, был так называемый, вот особенность была за сапожный нож, это очень традиционно, причем чисто русская традиция, не хулиганская, никакая, это и рабочая традиция, да, когда человек работал, у него нож всегда был за сапогом, для каких-то целей, но хулиганы, вернее, не хулиганы, тогда, вот, просто уголовники, жиганы их называли, по-всякому, вот, они фортовые, этот нож использовали соответствующим образом уже в других целях, да, нож сам по себе ничего не представляет, пока он не появляется в руках человека, и все зависит от мозга человека, да, как говорится, ножом можно резать по дереву, а можно резать по человеку, да, вот, таким образом вот за сапожный нож было очень популярно, даже, вот уже 20 век, как мы помним, даже у Есенина есть масса, есть стихотворение, где употребляется это выражение, не буквально, если не буквально, на связи сапожным, но что вот стихотворение «Пойду», это самое, когда, значит, «А друг любимый на меня заточит нож за голенище», вот, и у него много таких вещей, то есть до этого сам по себе нож был, орудие, любой нож, но уже вот с начала 20 века козырным оружием уголовника становится именно нож финский, так называемый нож УКО. Почему? Финляндия с 1809 по 17-е годы она была частью России, вот, но там всегда были такие, вообще финны спокойные люди, да, но были определенные сообщества, определенные деревни даже, которые вот стремились освободить на войну, как Польша, в области и Финляндии, и а в финляндии существовала особая ножевая культура, вот шведы в свое время запрещали финнам иметь холодное оружие, ну, вообще оружие, и надо было как-то изворачиваться, нужно было сделать ножи, которые были, ну, для шведов фактически захватчики, ну, они казались не очень опасны, и вот если мы обратимся к классической финке, вы можете ее увидеть, например, в фильме путевка в жизнь, там Фом Кожиган, вот у него выбивают фигуэна, так красиво втыкается в пол, и вот типичный нож паука, чем он отличался, во-первых, у него не было гард, то есть защитных этих ограничений, у него была такая бочка, ну, не была и есть, да, бочкообразная ручка, нет гарды, он заточен с одной стороны, не очень лихо он так скашивается с заточенной стороны, другая сторона обух, то есть не заточенная, иногда она чуть-чуть скашивается кострею, но об этом я чуть позже могу рассказать, как беседа пойдет, вот, и казалось, что это очень неудобный нож, вот резать им удобно, а бить им неудобно, бить там и так далее, но дело в том, что в Финляндии одновременно разрабатывалась в то время против шведских захватчиков система ножевого боя, и существовал особый финский хват, который позволял бить, не только, так сказать, полосовать, но и бить вперед, а финский хват это, ну, как вам сказать, вот у меня ножичек, допустим, вот он без гарды, вот примерно такого, им неудобно бить вперед, потому что в финском ноже, здесь еще как-то вот выделено, а в финском ноже рукоятка толще, чем лезвие обычно, либо одного, так сказать, размера пожрения, либо толще, то есть палец соскальзывает, и ты режешь себе пальцы. Так вот, у финнов существовал так называемый финский хват. Один из приемов этого финского хвата, это когда вот рукоятка упиралась в ладонь, и вот финский хват, он позволял бить вперед. поэтому очень, так сказать, привелось после того, как в Финляндии там было несколько восстаний, всякие такие дела против империи, попытались ну немножечко идти в финскую кровь русской, туда поселенца посылали, и поселенцы неожиданно им очень понравился этот нож, тем более, что он и для работы, и для всего, причем его не запрещали, потому что действительно он казалось бы был неудобен для боя, для нападения, для разбойничества, вот, и даже продавали в магазинах, часто можно видеть старые снимки, да, там школьники ходят с финскими ножами, финский ножичек, это у него всегда были обычно ножи, ножны такие красивые, на цепочке, и вот, а казаки любили тоже финские, с финским ножиком фотографироваться, то есть он не был достаточно оценен как холодное оружие, а позже, да, действительно обратили внимание, но еще в 18-м году, допустим, большевики выпустили приказ, ограничивающих оружие, естественно, не стрельно, все, но финский нож относился к рыболовно-охотничьим, так сказать, предметам, и поэтому только в 23-м начали его с разрешения милиции, а в 26-м действительно запретили финские ножи. Сейчас финские ножи, под финскими ножами понимается несколько, зачастую, несколько иная форма ножа. Финкой вообще любят уже с 30-х годов начали называть нож с наборной ручкой цветной, да, вот плексиглас с наборной ручкой уже гарда появилась, да, уже появились с двух сторон заточенные лезвия, ну, уже все подряд, финка главное, чтобы была наборная ручка, поэтому здесь другое, есть еще, если мы говорим об оружии, то это, конечно, так называемый нож саксан, саксан это большой нож, обточенный с двух сторон, сейчас это слово мало используется, но еще вот я с удивлением встретил его у Сергея Довлатова, да, вот когда ножи большие такие опасные называли саксаном, это слово вообще произошло немецкого, вернее из саксонии, из нижней саксонии, по-моему, то есть немецкий был короткий медь, раньше вот и римские мячи были короткие, да, потому что делали медное тогда, стали не умели как следует делать, вот, и это был короткий мяч одноручный, с двух сторон заплоченный, он назывался сакс. А к какому периоду это мы относим, этот нож? Этот нож он действовал уже наверное он был знаком, я думаю, и в девятнадцатом, к концу девятнадцатого века, он был не очень популярен в городских условиях, но в лагерях в зонах вот этот саксан он стал достаточно популярен. Он действительно идет от названия идет от саксан саксан меч сначала саксан 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 что очень любопытно потому что это опять-таки проникновение в русскую уголовную боевую культуру вот иноплеменных каких-то влияний. Расскажите пожалуйста вот про отличие криминальных ножей на зоне в местах лишения свободы и на воле. Есть ли? я не думаю ну как вам сказать дело в том что если вот зоновские ножи они ближе с одной стороны традиционно дело в том что зоновские ножи делают специальные люди чернушники вернее в каждом в некоторых регионах этих людей называют по-разному то есть мастера изготовления каких-то таких особых предметов там нарды доски разделочные ножи сабли там они все могут делать но вот что касается зоновских ножей чаще всего они делаются близко к охотничьим ножам вот я хотел показать продемонстрировать тот нож не так давно но может год назад подарили с одной из зон чуть-чуть выше да я покажу я покажу сейчас чтобы показать что это делается как произведение искусства вот если это видно да вы только дальше его немножечко от себя дальше да потому что мне трудно у меня арта маленькая еще дальше нормально нормально вот вот это с этой стороны видите там какие-то то ли белочки то ли рыси я даже не знаю я сейчас не смотрел вот и вот то же самое с этой стороны да вот и вот для удобства рукоять сделано да для удобства пальца вот в конце рукоятка тоже обида металлом на котором тоже самое выбиты какие-то там пентифлюшки что я хочу сказать если вы будете на Урале то и не обязательно на Урале вот зайти в охотничий магазин может быть даже и на Украине я наверняка уверен потому что там тоже связано особенно с казацким боевым искусством наверняка вы встретите вот подобного рода охотничьи ножи я знаю что некоторые зоны такие ножи делают именно на показ то есть на продажу это один тип ножей то есть это красиво делается кстати покупаются альбомы холодного оружия да и делаются прямо оттуда кинжалы всевозможные там и казоватый базалай и масса других и французские шатильоны все делается делаются японские мечи какого но это как вы понимаете для подарков для всех этих дел для мягко говоря работы да есть разные ножи в общем-то ну от тяжелых но более простых вот более простой нож более простой нож такого же типа но он без всяких пентеплюшек все и могли и кому-нибудь бы и прибить есть особые ножи которые может быть не для всякого даже не всякий даже понимает ну это итальянский стилет то есть колющий колющий оружие проникающие пробивающие практически человека насквозь вот вот эти ножи они отличаются но более того я скажу все-таки финка та в том виде в котором вот ее понимают сейчас не тот финский нож кук которым работал работал фон кожиган и его поделки сейчас хотя и сейчас их много и сейчас они продаются и делаются в Финляндии очень популярный нож в России менее популярен все-таки он не столь уже привычен а вот финка в том понимании которое сейчас уже появилось с наборной ручкой с гардой такой обычный нож с длинной рукоятью то есть с короткой рукоятью и длинным лезвием вот это пожалуй самый популярный такой но если говорить о тяжелых ножах да или так сказать не для продажи и для продажи и для не для продажи вообще чернушники вот в ленинградской области их называют по-моему мастырщики нет подельщики а в сибири называют мастырщики то есть по-разному но в основном общий центр руси это по большому счету все-таки это чернушники то есть в чем делают это очень много люди вкладывают вот сам процесс создания ножа даже неважно для чего они очень одних только вот я разговаривал с чернушниками и не один раз одних только лезвий вот форма лезвий огромная масса это кстати опять таки это идет от охотник от русских охотников от сибирских охотников ну там допустим и не только азахутников там уточка акула дельфин там еще что-то в общем у меня их много перечислений но может быть даже там перечисления из аста есть то есть в зависимости от того какой скос идет от обуха кострию то есть вот дельфин это всегда он вниз чуть-чуть вверх задранный дельфин не носит акула это вот когда идет прямой скос акулья морга и там уточка тоже масса вот таких вещей поэтому для вора конечно для вора он для него делают особые ножи для воров делают ножи особые тем более что по большому счету вор нож как правило не использован вор в закон хотя что любопытно нынешние новые воры они не любят слова в закон они говорят нет это придумали чекисты в законе чтобы испоганить воров хотя на самом деле в законе законник законный вор это было традиционное определение воров в гулаге в СССР и ничего тут такого не было поскольку считалось что закон это имеется ввиду закон воровской Александр А вы сказали что особый нож для воров делали какой-то особый нож что это имеется имеется ввиду это каждому для каждого вора делается специальный особый нож в зависимости от его пристрастий у каждого вора должен быть нож неважно будет он его использовать не будет есть такая традиция тоже негласно что вынул нож пей поэтому просто так вынимать нож считается неприличным он может где-то там лежать что-то и поэтому вот как вот закутит вот что ему взбредет у каждого своя фантазия вот ему дело или ему предоставляют несколько ножей для выбора шикарно просто таких которые я например не видел мне только о них рассказывали вот но я думаю что это вот произведение искусства Александр Анатольевич по вашему мнению что можно было бы считать истоком русской криминальной традиции то есть вот какое историческое событие можно было бы назвать стартовой точкой вот как бы нулевым периодом да криминальной традиции понимаете ну тут трудно сказать вообще что такое криминальная традиция вот я например занимаюсь криминальной субкультурой да или я ее называю вообще-то культурой криминальной культурой потому что субкультура это нечто ниже плинтуса считается да субмарина субпродукты и так далее я считаю что вот говоря о России это все-таки культ это часть общей русской культуры в том числе арго в том числе какие-то вот изготовления оружия в том числе общинные традиции какие-то вещи ведь ну скажем считать криминальная так сказать культура или я не знаю чем то что допустим человек в хате да человек если идет на дальнятку пусть в туалет значит он всех предупреждает чтобы в это время никто не ел нельзя там чтобы не дай господи ты не помыл руки после туалета до туалета то есть вот какие-то такие вещи совершаем потом нельзя пускать так кулак по хате не гуляет есть такая вещь да то есть если ты чем-то не доводишь тебя скорбили страшно ну все ты идешь к смотрящим есть смотрящий за хатой и он разбирается ну на деле я тебе скажу на деле совершенно там говорится черти что зачастую но вот как бы традиционно да вот криминальная традиция традиционно это да или там в хате вернее даже как бы это мягко сказать пенисом не наказывают то есть нельзя опускать человека ни за какие правительства вообще ни за какие только если это действительно по жизни он гомосексуалист против или его уболтал ты каким-то образом но наказывать нельзя это кстати не слишком давняя традиция это где-то традиция уже 70-х потому что до этого и после этого было масса всевозможных вот этих вещей и сейчас любят рассказывать сами пассажиры так сказать бывшие которые выходят на волю ой да там да то да все но все-таки все-таки 21 век все-таки развитие какой-то как-то этому мешает может быть славянская традиция которая православная все-таки садомия это есть садомия но не в этом дело есть там схаты спрос за кровь если кого-то избили до крови схаты спрос ты должен обосновать это четко почему как почему вора не поставили там положенца по крытке везде везде какие-то есть вещи которые характерны для в целом для России и которые характерны были для общины крестьянской есть какие-то вещи там общат собирается для помощи тому то там зоновский общак арестантский общак очень ценно понятие людское это значит что ты поступаешь по человечески что ты поступаешь правильно люди людское поэтому определить вот когда именно какие-то традиции они как говорится по мере жизни вырабатываются по мере жизни и я допустим ну допустим простые вещи да если мы говорим на зоне и сейчас сейчас уже в меньшей мере но раньше было запрещено благодарить словом спасибо ну и сейчас не приветствуется в определенных кругах хотя уже ну не так почему потому что это идет от старообрядчества дело в том что старообрядцы тоже никогда не благодаря словом спасибо это как бы табу как бы ты у бога букву украл да говорят спаси тебя господь там благодарствуй на зоне говорят от души душевном и там масса различных баек у меня на этот счет есть очерки по этим по этому вот это когда это появилось после раскола естественно 1666 год там чуть раньше может чуть позже связано с историей или еще один пример да нельзя не принято нехорошо хвалить слово молодец обычно говорят молодец по-польски засран хотя да не так но вот такие ответы почему потому что молодцами в царской россии уж точно звали либо извозчиков либо половых в трактирах либо каких-то сбегай принеси ну то есть людей которые не пользовались уважением то есть холопов и естественно молодц молодцом никогда не хватит говорят молодчик или молодца но никогда не хвалят слово молодец тоже вот вам это девятнадцатый и так далее или там тамбурский вулк тебе товарищ это уже ближе к советскому времени хотя хотя на самом деле вот сравнение со зверьми еще в снегурочке у Александра Николаевича Островского когда прогоняли одного персонажа ему говорили ступай в лес звери товарища твои Александр Анатольевич а если вернуться вот немножечко к той теме к ножевой да может быть вам известны способы нанесения ударов да и какие ножи при этом используются может быть есть специфика и вы знаете о ней а почему же нет есть специфика ну на самом деле вот что любопытно специфика появляется уже где-то в гражданскую войну в криминал попадает эта специфика ну до этого тоже до этого мало почему потому что в гражданскую войну вот это все перемешано после гражданской войны когда вот республика советов вот оно все СССР ну еще не СССР или там СССР еще там СССР Азербайджан по-моему Украина и Белоруссия но уже наступает мираж да но люди которые противостояли власти власти войны они ведь как часть из них эмигрировала кто успел кто и так далее а часть просто либо не успела либо по идейным соображениям или по личным соображениям да вот у тебя семья постреляли тенкисты или там еще они не хотели эмигрировать они хотели бороться с этой властью среди этих людей было немало бывших офицеров я не говорю белая армия там они разные там где никенская врангелевская офицеры вот бывших русских офицеров которые не приняли многие ведь где-то до 60% приняли революцию в том или ином смысле вот где-то под угрозой где-то сами Слащев этот знаменитый вернулся из Константинополя и даже побить потом его расстреляли но но многие не приняли и они ушли в криминальный мир потому что бороться иначе было невозможно только с помощью криминала и тут у нас сходятся две позиции такие неожиданные казалось бы с одной стороны это вот белое офицерство это военные это не только кстати белые офицеры но допустим казаки казаки кубанские разведчики пластуны мы знаем историю расказачивания и всего этого и они тоже очень часто попадали в этот мир которому они хотели противостоять раз казачиванию было страшно нас надо на купание и поэтому и в этот же самый момент им надо было на кого-то опереться опереться на старую криминальную гвардию было сложно потому что и без того страна была в разрухе и лишние так сказать рты лишние конкуренты были не нужны но в стране в то же самое время появляется 4 миллиона более 4 миллионов беспризорников это начиная там от 10 лет и кончая там 16 17 18 беспризорных дети и этот мир офицерский офицерский так сказать интеллигентский даже в художественной литературе часто встречается вот Мишка и Пончик когда создали знаменитую его бригаду там были уголовники недоучившиеся студенты вот этот мир очень его очень хорошо было лепить от себя боевым офицером прошедшим войну умеющим драться зачастую совершавшим огромные морские походы знакомым с основан джиу-джитсу там боксом и все то есть таким образом появляется вот внедряется в неожиданно уголовную традицию традиция военная в том числе и ну вот что касается ножевого боя это конечно в меньшей степени офицерская в большей степени казачьи казачьи ножевое ну или разведчики да офицеры разведчики или просто разведчики да те люди которые имели дело профессионально с ножевой культурой вот они ее начинают переносить в криминальное общество этим подросткам не только ножевую культуру но и культуру там ведения рукопашного боя скажем причем почему это важно отметить потому что ну беспризорники были все-таки слабые да это были дети это были голодные и научить их как следует возможно и нельзя было но некоторые приемы вот даже вспоминали там шведский удар там и еще несколько некоторые приемы удары болевые точки отключения вот им эти офицеры это передавали чтобы противостоять милиции противостоять так сказать тем кто стоит на страже закон и очень любопытные что касается ножей очень любопытные удары были вот мне показал нет только один человек показал очень интересный удар так называемый ростовский удар мы говорили о ростовском кистине но есть еще ростовский удар очень коварный удар когда человек я левша да когда человек показывает он держит сверху нож и показывает что будет бить сверху вниз естественно блок идет снизу вверх но под шаг противнику допустим если ты если ты правша то ты под шаг делаешь левой ногу а если ты левша то правой ногой для чего ты показывая что бьешь сверху то же время разворачиваешься на другой ноге и этот удар идет снизу вверх вот ты оказываешься во-первых прямо тесно рядом с противником и наносишь ему удар снизу вверх это очень вот этот удар насколько я знаю позже появился у нас в спецподразделении я не могу сказать что все на самом деле конечно существует очень любят конспирологические теории одна из них в том что СМЕРШ там разведка советская они использовали уголовников уголовные приемы для тренировки своих разведчиков это не совсем так хотя какие-то вещи да но скорее как раз военная традиция вошла в уголовную а не в уголовную военную хотя еще в девятнадцатом веке вот я изучал значит Максима вакадар и он рассказывал об одном поляке который бежал в Китай Максим не пишет что занимался боевыми искусствами он говорит что чем-то он занимался то ли он циркать то ли еще что-то но по описаниям эпизода когда это был достаточно старый человек и к нему пристали несколько бугарев да из уголовников татаржан он говорит идите я просто даже не не он кто-то даже не подходить даже не подходить ну не послушался и один значит ааа и полез и вот этот человек говорит он сделал прыжок перекувыркнулся и ногой ударил противника в голову так что тот вырубился полностью а он был где-то на две головы выше то есть вот какие-то эти вещи в катаржанской России они могли передаваться да с востока ну позже когда япония там после революции мэдди 68 года стала более открытой да когда стали появляться японцы вот появилось это увлечение бешеное джиу-джитсу да джиу-джитсу кстати карате не было известно карате считалось крестьянская борьба не серьезно а вот джиу-джитсу это борьба с амуралом да больше стихи и наши офицеры у меня коротким мячом ну это то же самое амуралом у меня возможно что передавались александр анатольевич я благодарю вас за эту беседу это наше первое интервью и я надеюсь на то что будет продолжение огромное вам спасибо за эту информацию которую вы рассказали и еще раз вам спасибо вам спасибо что позвонили да Редактор субтитров А.Семкин